В дежурную часть полиции обратилась пенсионерка с просьбой найти грабителей. Женщина уехала на несколько недель из дома. Долгим отсутствием хозяйки воспользовались злоумышленники. Когда она вернулась, то обнаружила, что дверной замок сломан и нет драгоценных украшений. Неустановленное лицо путём повреждения замка в входной двери её квартиры похитило имущество, а именно золотые изделия на сумму около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Правоохранители зафиксировали очередные случаи мошенничества в сети. К стражам порядка обратился мужчина, который заказал в одном из интернет-магазинов холодильник для автомобиля. Но технику Саровчанин так и не получил. Внёс предоплату 100% в сумме 13 тысяч рублей, плюс заплатил 1700 рублей за доставку транспортной компании. Он подождал холодильник. Ему не приходило. Он позвонил в транспортную компанию. Выяснилось, что магазин не передавал товар в службу доставки. С продавцом связаться не удалось. Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На уловки преступников попался мужчина, который заказал в интернет-магазине электронный дальномер. Саровчанин сразу оплатил покупку. Но в полученной бандероле оказались другие товары. По почте ему пришло две рулетки. На данный момент на связь продавцы не выходят. Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников, нужно соблюдать несколько простых правил онлайн-шоппинга. Оплачивать заказ лучше наложенным платежом. Также стоит отказаться от покупок в непроверенных интернет-магазинах и у продавцов с плохими отзывами. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.